Здарова! Видеорегистратором какой фирмы пользуетесь вы? Толик! Толик? Толик видеорегистратор называется Система Мэнэ, блядь. Другой нема, Ярику Ярэ, блядь. Походу, Толик там не только видеорегистратор, но и сраное радио. Привет, пострижейся, блядь. А где-то подруга, а подружка до сюда кла, блядь. Извините, конечно, за спойлер, но судя по тому, что произойдет дальше, Ярику пригодилась бы еще и подушка безопасности Костян. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! Вот нахрена он постоянно орет? Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! Что Ярик должен ему сказать? Бля, братан, сори, согласен, надо завязывать. И резко вырулит с обочины? Блядь, Ярик, пиздец! Я ебу там у ебалона. Никого не смущает, что пока Толик возмущается, нервничает и матерится, Ярик не произнес ни одного слова. Я ебу там у ебала, нахрена. Ярик, глуши, блядь! Пизда, бачок, блядь! Бачок потик, нахрена. Ярик, вылазь, нахрена, блядь! Вылазь, нахрена! Текай, нахрена! Пиздец, Ярик, нахрена, ты заебал. Ярик, ты реально заебал? Сказал бы хоть что-нибудь. Лех! Пиздец, Ярик, нахрена, ты заебал. Видимо, он уже не первую тачку расхуячил. А вообще, было бы круто, если бы настоящие видеорегистраторы могли говорить. Ярик, вылазь, Ярик, текай, пиздец, Ярик, ты заебал. Судя по тому, что после не сильной аварии машину так разнесло, она примерно так же и выглядела до происшествия. Из концовки видео, кстати, становится ясно, что парни не один десяток часов в ГТА накатали. Ну, они же отбежали от тачки, на случай, если она рванет. Но эта машина настолько хреновая, что даже взорваться не смогла. Пиздец, Ярик, нахрена, ты заебал. А следующее видео мне скинул один знакомый пес. Не знаю, как вы, я реально верю, что это сняла собака. Не, ну а какой адекватный человек будет снимать такое? Не мамка же так сына подъебала. По жопе дать и в компьютер запретить играть уже не работает. Вот она и решила изменить подход к наказаниям. Или батя слегка подпитый домой пришел, жена его псиной назвала. И он решил чуточку подыграть. Не может же такого быть? Значит собака. К тому же, послушайте эти звуки в начале видео. Хозяева сами виноваты, нечего было учить ее с камерой обращаться. Ладно, всем понятно, что это снял его ебанутый братишка или перекрытая сестричка. В любом случае, собака-имитатор потом знатно получит отманки. Потому что пиздюк из видео, судя по испугу от безобидного лая, явно маменькин сынок и обязательно нажалуется. Хотя надо признать, видео получилось угарным. Возможно, мать заценит его и не станет наказывать приколиста. Я бы на ее месте точно бы не стал наказывать. Хуй его знает, вдруг этот говнюк злопамятный подкараулит еще ночью и отомстит. Ты не ты, когда бухой и голоден. Если вы вдруг не рассмотрели, то он ест шаурму вместе с пенопластовой коробкой. Да еще как, за обе щеки уминает. А что, с корочкой сегодня вы просто зашибись. Возможно, он придерживается древней тупой мудрости. Все, что могут разгрызть мои зубы, пища. Это же ведь как есть семечки. Просто отделяешь во рту съедобное, а остальное выплевываешь. К тому же, в коробке шаурма медленнее остывает. Сначала нажжутся пастик, а потом говоришь, что шаурма некачественная. До этого я видел, как пенопласт жрали либо дети, либо кошки. Так что парню надо определиться, кто он. Вам какой соус добавить? Да не важно, главное, фольгу хорошенько обверните, обожая ее. Хотя, знаете, вероятно, жена сегодня не пустит его домой и придется спать на лавке. А пенопласт это отличный утеплитель. Может, он еще и от похмелья помогает? Ах, башка трещит. Это у тебя не башка, а пенопласт в желудке, дурень. Обидно, что чувак деньги зря потратил. Он ведь мог съесть абсолютно любой хлам из мусорки совершенно бесплатно. Кстати, это отличная экологическая программа. Если каждый из нас сожрет по пластиковой коробке, этот мир станет чище от людей. Вы наверняка уже ждете, когда я наконец расскажу, что случилось с Гарником Арояном и его сосисками. Стоп, вы не знаете, кто это? Вообще-то его невероятную историю по ящику крутили. Сами посмотрите. Они быстро готовятся и идеальны для перекуса. Следуя именно этим соображениям, Гарник Ароян и приобрел эту упаковку сосисок. В супермаркете по пути домой. Судя по цифрам на пакете, расфасовали продукт только за день до покупки. Вкус и запах сосисок подозрений не вызвал. Так что подвоха иркутянин не ожидал. Одну сосиску сразу же съел махом, ну, даже не варил, ну, бывает такое, люблю так делать. Все, остальные как бы сварил, все так же, все съел, лег спать. Ночью уже, может, час прошел, все, начались недуги, стало очень плохо. Подозрения пали именно на сосиски. Оставшийся продукт мы принесли в лабораторию управления Россельхознадзора по Иркутской области. Чтобы выяснить, опасна ли покупка, специалисты исследуют ее на микробиологические посевы. Необходимое количество пробы погружают в жидкую питательную среду. Все происходит в специальном стерильном боксе, куда вход запрещен даже нашей съемочной группе. Затем флакон ставят на несколько дней в термостат. Если вредные микроорганизмы присутствуют, здесь они вырастут гораздо быстрее. И увидеть их под микроскопом не составит труда. Через шесть дней мы выдали результат. Сосиски соответствуют требованиям технического регламента по микробиологическим показателям. Ни одного опасного микроорганизма в продукте не обнаружили. Так что причиной недуга гарника Раяна стали не сосиски, а что-то другое. Маргарита Кислецна, Артура Щупкин, Сергей Коваленков. Новости АЭС Байкал-ТВ. Вот это я понимаю журналистское расследование. Переживал за его пищеварение больше, чем за свое. А если кто-то вдруг не понял, что произошло, вкратце, какой-то чувак просрался, обвинил в этом сосиски, а на самом деле просрался просто так. И это показали по телевизору. Блять, как же это тупо и неинтересно. Нельзя что-то действительно важное в новостях показать. Например, люди должны знать, что там у тигра с козлом происходит. Ни одного опасного микроорганизма в продукте не обнаружили. Так что причиной недуга гарника Раяна стали не сосиски, а что-то другое. Блять, могли бы хоть концовку достойную прикрутить. Типа, сосиски оказались в порядке, но гарник узнал, что на самом деле у его поросенка рак. Стоп, там же не было никакого поросенка. Ну так вот в этом-то и поворот, сука. По-любому, следующим фильмом Нолана будет его история про гарника Раяна и его сосиски. С Томом Харди в главной роли. Сосиски. Ну все, походу, Ди Каприо опять останется без... А, точно. Ну, тогда поздравляем. Одну сосиску сразу же съел махом, ну, даже не варил. Ну, бывает такое, люблю так делать. Все, остальные как бы сварил, все так же, все съел. Лег спать. Ночью уже, там, может, час прошел. Все, начались недуги. Стало очень плохо. И поэтому ты вызвал не скорую, а репортеров? Или в Иркутске телевизионщики так пекутся о здоровье каждого жителя? Скажите, Максим, вы чувствуете недомогание или у вас просто аллергия на хуевые репортажи? А что если сосиски действительно были херовые, а сверху пришло указание скрыть информацию? Лет через 50 мы узнаем правду. Гарник действительно отравился сосисками. И тогда... Нет, всем так же будет похуй. Вообще, мне кажется, истинная причина недомогания этого чувака в другом. Когда он посмотрит этот сюжет, то поймет, в чем была его ошибка. А, так их без пленки надо было жрать. Кстати, я тут давно одну тему не говорил, поэтому заходите и подписывайтесь на мой второй канал Муран Дэйс. Я там путешествую по разным странам и городам. И вот недавно там вышло видео новое. Оно из Москвы. И мы там, короче, с Петрухой метаем ножи, топоры, гвозди. Стреляем из разного оружия. Короче, зацените. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео. И тогда я порву косарь. Доставим косарь. Так, слушай, у нас скотч есть. Ладно, не настоящее, я пошутил, вот тут даже написано. Тут не является платежным средством. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!